Стоимость так называемого борщевого набора актуальна не только для жителей Чувашии, но и для всех россиян. На последней прямой линии с президентом страны говорили о росте цен на овощи. Репортер республики Екатерина Никитко заглянула на рынок и выяснила, изменилась ли ситуация с ценами за месяц. Меня фамилия Малов, Николай Владимирович, депутат Госдумы. Здравствуйте. Со мной мои коллеги, депутат у нас городского собрания Горбунов Виктор Александрович. Мы в рамках народного контроля мониторим цены на наши овощи. Закон рынка – спрос рождает предложение. А предложение, в свою очередь, тоже важно регулировать. Картошка сегодня стоит уже дешевле. Это заметили и покупатели, и продавцы. А сейчас вот она 30, 35, 20, вот уже у некоторых 25, я смотрю, можно купить поменьше. А ниже это уже бесплатно. Казалось бы, свой огород – свои цены. Но на рынке приходится подстраиваться под неписанные законы. Ирина Григорьева сама выращивает овощи и зелень. Говорит, не против регулярных рейдов. А проверки у нас часто тоже бывают. Маски постоянно проверяют. Для рук обработки вот эти, для обработки рук проверяют. Цены тоже контролируют. В ходе проверки выяснилось, местных продуктов немного. И это повод для беспокойства. Важно поддерживать местные сельхозпредприятия и создавать условия для большего распространения их продукции. А почему не делаем акцент на нашего сельхозтоваропроизводителя? Цивильский бекон у нас есть. По мясу, говядина, свинина, в большей степени вот на этом рынке присутствует продукция с других регионов. Нас это тоже волнует, беспокаивает. И я думаю, мы в какой-то степени выстроим диалог через Министерство сельского хозяйства для того, чтобы выяснить такую причину нашего рынка. Следить за ценами и качеством товара – такую задачу себе ставит народный контроль. Результаты этой проверки будут проанализированы. И выводы по ценам сделаны. Екатерина Никитко, Бахтияр Велиев, Республика.